Афин, Греция Государственный археологический музей В последних кадрах знаменитого фильма «Индиана Джонс в поисках утраченного ковчега» ларец, в котором некогда лежали скрижали, упаковывают в ящик и оставляют в подвале. А что, если голливудская версия событий не так уж далека от реальности? Может быть, где-то спрятаны материальные доказательства реальности тех событий, которые в Библии именуются «Исходом» — возвращение евреев из Египта под предводительством пророка Моисея. Здесь, в этом здании, хранится золотое изображение ковчега Завета, возрастом 3,5 тысячи лет, созданное, возможно, одним из свидетелей исхода. Но люди даже не догадываются об этом. Фильм Симхи Якобовича Исполнительный продюсер Джеймс Кэмерон Исход На протяжении тысячелетий библейская легенда занимала людей. Случился ли исход на самом деле? У нас нет никаких доказательств реальности исхода. Зато есть весомые основания считать его плодом вымысла. После кропотливых раскопок, под 50-метровым слоем песка и камня, они обнаружили древнюю гробницу. Что-то подобное наверняка произошло. Сложно сказать, что именно. Но это событие сформировало идентичность древних израильтян, а значит, это не просто сказка. В знаменитой долине царей, где с беспримерной роскошью погребены 60 египетских фараонов, что нужно раскопать, чтобы доказать реальность исхода? Какие находки надо предоставить, чтобы вам поверили? История исхода краеугольный камень для иудаизма, ислама и христианства. На протяжении многих веков верующие считали исход историческим фактом. Но за последние десятилетия ученые несколько раз объявили исход вымыслом. Я Джеймс Кэмерон, и я знаю режиссера, который на протяжении почти десяти лет бьется над ответом на трехтысячелетний вопрос. Исход это вымысел или реальность? Симха Якобович, обладатель двух премий ЭМИ в номинации «Журналистское расследование». Он заявил, что исследователи упускают из виду археологические данные, лежащие на поверхности. Более того, он, похоже, как никогда близко подошел к тому, чтобы соединить кусочки древней мозаики. Как это у нас получилось? Нам помогли представители различных наук. Эти люди редко или почти никогда не общаются между собой. Полную версию событий не может предоставить ни один из них, но у каждого в руках есть фрагмент головоломки. Результат поражает даже самых отъявленных скептиков. Но прежде чем мы откроем карты, давайте напомним историю. Библейское сказание повествует о том, как праотец Иаков, спасаясь от засухи в земле Ханаанской, на территории нынешнего Израиля, отправляется в Древний Египет, изобильную страну пирамид. Там, в новой обстановке, род Иакова, будущий народ Израиля, разбогател. Сын Иакова Иосиф сравнялся могуществом с правителями Египта фараонами. Однако вскоре после смерти Иосифа евреи были обращены египтянами в рабство. Более века спустя египтяне, опасавшиеся восстания, ввели закон, согласно которому полагалось топить всех еврейских младенцев мужского пола. Именно в это время на свет появился праправнук Иакова. Чтобы спасти младенца от смерти, семья спрятала его люльку в зарослях тростника, где его обнаружила дочь фараона. Она взяла мальчика к себе и нарекла Моисеем. Когда Моисей повзрослел, он воссоединился со своими угнетенными соплеменниками и бежал в пустыню. Шестьдесят лет спустя он вернулся, чтобы обратиться к фараону с отчаянной мольбой «Отпусти народ мой». Десять раз фараон говорил Моисею «нет», и десять раз Господь обрушивал на Египет разрушительные бедствия вплоть до смерти всех мальчиков-первенцев. Наконец фараон решил отпустить израильтян. Однако потом переменил решение и пустился в погоню до самого берега моря. Казалось, что народ Израиля попался в ловушку, однако случилось невероятное. Морские воды раступились, и народ Израиля пересек преграду. Моисей повел людей на гору Синай, где Бог даровал ему десять заповедей, священный закон, которому евреи должны были следовать на пути в землю обетованную. Большинство исследователей считают эту историю мифом, и поэтому игнорируют даже те факты, которые буквально бросаются в глаза. Один из самых драматичных случаев такого небрежения произошел в 1947 году с археологом Анри Шеврие. Он обнаружил фрагмент расколотой каменной стелы, относящейся к правлению фрауна Яхмуса I около 1500 года до н.э. Невероятно, но факт. Иероглифическая надпись на стеле Яхмуса отражает библейские события. Она пылится в запасниках Каирского музея, и все наши попытки получить к ней доступ провалились. Мы постарались реконструировать стелу, используя опубликованное Шеврие описание, и обратились за комментарием к одному из ведущих египтологов. Это интересная стела, относящаяся ко времени правления фрауна Яхмуса. На ней изображена ужасная катастрофа, постигшая Египет. Нельзя с уверенностью сказать, что это было. Там изображены ливни, громы и молнии, такие буря-редкость для северо-восточной Африки. Это же пустынная земля. В библейской традиции сохранились воспоминания о казнях египетских, среди которых были и климатические катаклизмы. И при этом у нас есть любопытная стела того же времени. В изображениях на этой стеле может быть скрыт ключ к тайне Исхода. Давайте присмотримся к ней. В Библии сказано, что во время Исхода разразилась страшная буря. Стела Яхмуса повествуют о том же самом. Библейское предание гласит, что тьма опустилась на Египет. Египет был окутан тьмой, написанной на стеле. Однако ниже в тексте стелы есть очень странный момент. Несмотря на то, что египтяне почитали множество богов, надпись сообщает, что буря и тьма произошли от того, что Бог в единственном числе явил свою мощь. Ветхий Завет описывает фараона, но не называет его имени. Благодаря этой стеле мы знаем его имя. Яхмус. Быть может, пришло время познакомиться с ним. Мы находимся в Каирском музее, известном в том числе своей коллекцией мумий. Мы ищем фараона Яхмуса, человека, которого мы считаем правителем времен Исхода. Посвятите. Обычно он здесь. Сначала нам не удалось отыскать Яхмуса, хотя мы нашли его отца, Секененра Тау II. Если наша версия верна, это один из тех правителей, которые угнетали народ Израиля. Согласно большинству исследований, враги раскроили ему череп топорами. Возможно, этими врагами были израильтены, которые, уходя, успели надругаться над его мумией. Однако мы продолжаем искать Яхмуса. Его было сложно найти из-за ошибок в каталоге. Но мы обнаружили одну из двух его жен под грудой мусора в музейной мастерской. Здравствуйте. Можно взглянуть на супругу Яхмуса? Только не двигайте тут ничего без разрешения. По нашим расчетам, в оставленном стеклянном гробу находится мумия женщины, муж которой спорил с Моисеем и ожесточил свое сердце против самого Господа. Наконец-то мы нашли фараона Яхмуса. Вот он, противник Моисея. Могло ли случиться так, что его отец помнил еврейского мальчика, с которым вместе рос, и дал своему сыну египетское имя Яхмус, луна родилась, из-за игры слов. Ведь на древнееврейском Яхмус означает брат Моисея. История знает фараона Яхмуса как правителя, изгнавшего чужестранцев из Египта в 16 веке до нашей эры. В то время Египет находился под властью народа, который древние называли гексосами. До недавнего времени мы почти ничего не знали о гексосах. Пока, наконец, в 1966 году к северу от Каира не была открыта их древняя столица Аварис. Съемки в Аварисе всегда были запрещены. Для съемок необходимо получить разрешение египетских властей. Они опасаются, что обнаружение библейских древностей на Ближнем Востоке усилит позиции Израиля в регионе. В результате в современном Египте тема исхода стала почти запретной. Поэтому мы решили не упоминать Моисея, а заявили, что интересуемся фараоном Яхмусом и гексосами, которых он изгнал. После многомесячных переговоров нам удалось получить разрешение на съемки. Это Аварис. Город стен и дворцов. 35 столетий назад он находился на берегу одного из рукавов Мила. Аварис раскопал профессора Венского университета Манфред Биттек. Сейчас открыто всего несколько акров территории. В древности Аварис был крупным городом. Аварис в те времена был значительно больше. Он занимал площадь 250 гектаров, простираясь на 2 километра на восток и на километр на юг. В период правления гексосов это была одна из главных резиденций фараонов. Из истории Египта известно, что гексосы, правившие Авариса, были семитами, как и израильтяне, и массово покинули страну в результате своего рода исхода изгнания гексосов. В Библии сказано, что семиты покинули Египет, устремившись на восток. В то же время у нас есть совершенно независимая история об изгнании из Египта гексосов. Мне кажется, эти события взаимосвязаны. они описывают одно и то же событие с разных точек зрения. Если изгнание гексосов и Ветхозаветный исход действительно одно и то же событие, тогда у нас появляется доказательство того, что исход случился в период владычества гексосов. Однако большинство исследователей считают, что соотносить гексосов и евреев неверно, так как гексосы покинули Египет за несколько веков до рождения Моисея. Эти ученые также убеждены, что хронология древнего Египта не могла быть ошибочной. Можно немного поиграть с древнеегипетскими датировками. Десять лет вперед, десять лет назад, да, но не пятьдесят и не сто лет. И хотя многие пытаются так подправить хронологию, чтобы втиснуть ее в рамки библейской истории, вам это не удастся. Но что если мы вынуждены так поступить? Что если историки датируют исход неправильно? Представьте, какая возникнет путаница, если историки будущего поместят Вторую мировую в девяностые годы двадцатого века, поскольку у них не будет никаких доказательств ее реальности. Большинство исследователей относят исход к 1270 году до нашей эры, ко времени правления Рамзеса Второго. Однако не все разделяют такую точку зрения. В Библии содержится информация, которая позволяет нам сдвинуть дату исхода на дату, отстоящую на 480 лет от начала правления Соломона в середину 15 века до нашей эры. Подсчеты профессора Бимсона позволили ему отнести исход к 1470 году до нашей эры. То есть от изгнания гексосов его отделяют менее сотни лет. Это уже нельзя списать на совпадение. Таким образом определена новая дата исхода около 1500 года до нашей эры. Когда мы говорим об исходе, на самом деле речь идет о гексосах и об их изгнании. Отлично. У нас есть новая датировка исхода 1500 год до нашей эры. Из Библии мы знаем, что израильтяне пришли в Египет примерно за 200 лет до исхода. В древнееврейском оригинале израильтяне названы бога избранным народом Ам Израэль. Если мы не ошиблись в датировке, то должны сохраниться археологические свидетельства появления Ам в Египте около 1700 года до нашей эры. В 400 километрах к югу Тавариса расположена гробница Бени-Хасан. Она относится к 1700 году до нашей эры. Поскольку никто не искал свидетельств в реальности исхода в этом периоде, гробницу никогда не соотносили с библейской историей. Однако в ней прекрасно сохранились настенные росписи, изображающие древние переселения с территории современного Израиля. На этих рисунках можно видеть знакомых по Библии бородатых семитов верхом на ослах, направляющихся в Египет семьями и поклажей. Как и ветхозаветные израильтяне, они носят разноцветные одежды. Иероглифические надписи на стенах называют этих людей Аму, народом Божьим. Правильно выбрав время и место, мы первыми получили достоверную информацию о переселении библейских израильтян в Египет. В Библии сказано, что после прибытия израильтян в Египет один из них поднялся к вершинам власти. Его звали Иосиф, сын Иакова, и он стал настолько могущественным, что носил на пальце царскую печать. Если бы при раскопках в Аварисе была обнаружена печать Иосифа, это значило бы, что евреи прибыли в Египет именно в то время. Но это все равно, что искать иголку в стоге сена. В стоге возрастом 4000 лет. Невероятно, но именно в том слое, который нас интересовал, была найдена маленькая печать. Впрочем, профессор Манфред Битек обнаружил не менее девяти печатей, которые носили придворные Иосифа. И каждая из них содержит надпись Иаков, имя его отца. Очень странно, что мы нашли девять печатей с именем Иаков. Это имя из Библии. Оригинал был, очевидно, нанесен на кольцо, которое носили на пальцы. И с этим связана другая загадка. Но действительно ли это загадка? Нет, если остановиться на нашей хронологии. Это единственный случай, когда еврейское имя оказывается на египетской царской печати. Прямая связь между Аварисом и Библией. Но профессор Битек держится вдалеке от библейских историй. Он работает под наблюдением египетского агентства по делам древности, которое оградило Аварис от общественности. Вероятно, из этих соображений профессор Битек вынужден каждый год засыпать свой роскоп. После этого землю вокруг него распахивают, засевают и обрабатывают местные крестьяне. Никто не заподозрит, что под этими полями лежат настоящие сокровища, свидетельства реальности исхода. Получив убедительные доказательства прибытия израильтян в Египет и их возвышение, мы отправились на поиски доказательств их падения и порабощения, которые привели к исходу. Первой точкой на этом пути стало место под названием Серабит-Эль-Хадим в 400 километрах к югу от Дельты Нила на Синайском полуострове. Тысячи лет египтяне добывали здесь бирюзу, используя труд рабов. древние бирюзовые прииски лежат вне туристических маршрутов. По-настоящему эти места знают только бедуины, которые по-прежнему живут вблизи рудников. Я однажды слышал, что бедуины, подобно пророку Моисею, знают, в каких камнях есть вода и могут ее высечь. Это правда? Прибыв сюда, мы засвидетельствовали почтение местному шейху, а он дал нам в проводники своего сына. Поехали. Мы узнали об этом месте из пожелтевших провинциальных газет. Мы приехали сюда, чтобы найти следы рабов, которых освободил Моисей. Но даже если нам удастся доказать, что здесь жили рабы, как нам подтвердить, что это были именно израильтяне? Библия дает нам два ключа к разгадке. Во-первых, последователи Моисея, в отличие от египтян, использовали не иероглифы, а раннюю форму алфавита. Так гласит традиция. Кроме того, израильтяне не почитали египетских богов. Они молились единому богу, которого Библия именует Эль. Чтобы наша новая библейская хронология подтвердилась, нам нужно было отыскать здесь надписи, выполненные алфавитом и нанесенные рабами три с половиной тысячи лет назад. Мы мечтали, чтобы они еще и содержали имя бога Эль. Надписи нашлись. И одна из них содержала крик трехтысячелетней давности. Эль, спаси меня. Ее оставил раб, который трудился в этом руднике. Эти, отметины от Делота, свидетельствуют о тяжелом подневольном труде. И он взывал к Богу, писал «Помоги мне, не оставь меня». Он здесь работал, спал, здесь же, возможно, умер. Это невероятно важный момент во всей истории человечества. Это не просто первые из надписей, фиксирующие имя бога Эль, но и древнейший или второй по древности случай употребления алфавита. Это основа, на которой возникли еврейский, арамейский, греческий, латинский, арабский, алфавиты. Невероятно, что через столько лет мы сидим здесь и слышим сквозь века крик человека. Стелла Яхмуса, росписи из гробницы Бени Хасан, царская печать Иосифа и надписи израильских рабов все указывает на 1500 год до н.э. как на дату исхода. Но если наша датировка верна, мы должны учесть еще одно обстоятельство. Около 1500 года народы Средиземноморья пережили одну из самых грандиозных катастроф в истории. Извержение вулкана Санторин на территории современной Греции. И это извержение проливает свет на события, связанные с исходом. Это остров Санторин в Средиземном море, в 700 километрах от берегов Египта. На самом деле Санторин — жерло вулкана. Около трех с половиной тысячелетий назад здесь произошло одно из самых разрушительных извержений в истории человечества. Именно это извержение окончательно уничтожило процветавшую минойскую цивилизацию на Крите. Облако пепла поднялось на высоту 40 километров, преодолело свыше 200 километров. Экоизвержение обогнуло Землю 10 или 12 раз. Для сравнения сила Санторинского извержения в сотни или даже в тысячи раз превосходит силу взрыва атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Мощность извержения была колоссальной. Взрывы гремели один за другим. И все это слышали люди на расстоянии в несколько сотен километров. Последовали землетрясения магнитудой свыше 5 баллов. Толчки ощущались в самых разных местах. Я уверена, что людям все это казалось предвестником конца света. Возможно, катаклизмы, описанные в Библии, мор, тьма, раступившееся море, каким-то образом связаны с извержением Санторина. Но, как и у всего связанного с исходом, у нашей датировки санторинской катастрофы есть свои противники. Ученые не могут прийти к согласию по поводу даты извержения. Вулканологи и геологи настаивают на 17 веке до нашей эры. Археологи склоняются к 16-му. Профессор Битек, руководящий раскопками в аварисе, не сомневается. Санторинское извержение следует отнести к тем же годам, в которые мы поместили исход. Здесь пемза от санторинского извержения появляется в первый раз. С точки зрения археологии, по всей видимости, извержение произошло в первые годы правления 18-й династии, скажем, около 1500 года до нашей эры. Хронология Якобовича показывает, что правление фараона Яхмуса, изгнание гиксосов, исход и извержение Санторина происходили синхронно. Очевидно, тайна исхода наконец раскрыта. Если Якобович прав, мы можем научно объяснить события, описанные в библейском предании. Даже самому чудесному из событий, раступившимся водом Красного моря, мы можем найти объяснение. Следуя карте библейских мест, мы можем отыскать настоящую гору Синай, кульминационную точку исхода, где Моисею были ниспосланы десять заповедей, помещенные им в утраченный ковчег завета. Начнем с казней египетских ветхозаветных катаклизмов, постигших Египет по вене фараона, не отпустившего рабов-израильтян. До сегодняшнего дня никто не мог дать принемлемого научного объяснения этим событиям. Но ответ на вопрос начал проясняться, когда мы снова обратились к Стелле Яхмуса, к ее удивительному соответствию библейскому тексту. Библия гласит, что Бог Израиля обрушил кару на богов Египта. Стелла также подтверждает, что изваяния богов были повержены. Землетрясения часто сопутствуют крупным извержениям, подобным Санторинскому. Судя по всему, и Стелла, и Библия описывают последствия землетрясения, или, если говорить точнее, последствия того, что сегодня ученые называют шквалом землетрясений. Шквал землетрясений это череда катаклизмов, охватывающих большую территорию. Археологические и исторические источники Восточного Средиземноморья дают нам прекрасные примеры таких событий. События, описанные в Библии, происходят в сейсмоактивной зоне. Дельта Нила, откуда начался исход, пересечена линиями разломов. К востоку лежит большой африканский разлом, разделяющий африканскую и аравийскую тектонические плиты и проходящий через Галилейское, Мертвое и Красное море. Кроме того, есть еще разлом, проходящий по линии современного Суэцкого канала и разлом самой Дельте Нила под Аварисом. В то же время в 700 километрах к западу разлом, разделяющий африканскую и евразийскую плиты проходит прямо через Санторин. Но какое отношение землетрясения имеют к казням египетским? Давайте начнем с первой из них. Моисей превратил Нильские воды в кровь. Как землетрясение может вызвать такое? Легко. Землетрясение провоцирует выбросы газа, и нам не нужно отправляться на 3,5 тысячелетия назад, чтобы в этом удостовериться. В 1984 году в озере Манун и в 1986 в озере Ньос в Камеруне прозрачная пресная вода внезапно стала кроваво-красной. Разгадать тайну удалось профессору Джорджу Клингу, который объяснил произошедшее подземной утечкой газа. В домных слоях воды была высокая концентрация растворенного железа, а когда произошел выброс газа, это железо вступило в реакцию с кислородом и образовало гидроксид, более известный нам как ржавчина. Именно ржавчина придала воде кричневато-красный оттенок. В Дельте Нила, где происходили казни египетские, несколько факторов способствуют концентрации газа. Там вполне могла сложиться ситуация, когда газ накапливался в подземных карманах, а землетрясение, случившееся в зоне разлома, выпустило его наружу. И в зависимости от состава воды, газ вполне мог окрасить ее в красный цвет. Если Нил стал кроваво-красным из-за выброса газа, мы можем представить цепь библейских событий в динамике. Первое, что происходит в таких условиях, резко падает содержание кислорода в воде, что вызывает гибель всего живого. На волнах покачивается мертвая рыба, разлагаясь на солнце. Только лягушкам удается спастись. В отличие от рыб, они могут покинуть реку. И вот вам казнь египетская номер два, нашествие жаб. Нехватка чистой воды ведет к размножению мушек, мух и муровым поветрием среди людей и домашних животных. Третья казнь это мошки. Четвертая песь и мухи. Пятая мор и падеж скота. Шестая казнь язвы и нарывы поразившие людей и животных. Может ли вызванный землетрясением выброс газа объяснить это явление? Вернемся к катастрофе на Камерунском озере Ньос. У людей, живших в то время на берегах озера, появились странные воспаления и нарывы. Очевидно, углекислый газ, смешавшись с воздухом, вводил людей в некое подобие комы, нарушая кровоснабжение кожи и вызывая воспаления, похожие на описанные в Библии. Однако, несмотря на первые шесть казней, библейский фараон все еще отказывался отпустить сынов Израиля. Поэтому Господь послал на Египет седьмую казнь, град. Очень необычный град, лед, смешанный с огнем. И в наше время раввины утверждают, что ветхозаветное описание не метафора. Седьмой казнью было наказание градом, но Библия описывает град весьма странным образом. Лед был смешан с пеплом и пламенем, но чтобы перемешаться, огонь и лед должны оказаться рядом. В Библии это подается как чудо из чудес, сотворенное Господом, ведь он соединил то, что противостоит в природе. Существует египетский папирус, описывающий схожую историю. Это так называемое речение Пувера, которое ряд исследователей относит к гексовскому периоду. В папирусе Пувера говорится, что на Египет обрушился странный град из огня и льда. Итак, очередной фрагмент головоломки встал на место. Совершенно очевидно, что и Библия, и египетские тексты описывают то, что ученые называют вулканическим пеплом, который мог появиться там только как результат извержения Санторина. Когда облако пепла поднимается высоко в стратосферу, повышается атмосферная влажность. В этом облаке всегда много водяного пара, поэтому частицы пепла и кристаллы воды формируют ядра, похожие на градины. Другими словами, на Египет действительно обрушился дождь из огня и льда, как утверждается в Библии. По всей видимости, землетрясение, извержение вулкана и газовые выбросы прекрасно объясняют первые семь казней египетских. Объясняют они и восьмую казнь — саранчу. Саранча передвигается стаями. На каждый квадратный километр приходится от 40 до 80 миллионов взрослых особей. Однако при холодной погоде температура их тел падает, и огромные тучи саранчи опускаются на землю. Вулканический град и нестабильная погода, вызванные извержением Санторина, заставили саранчу, типичного обитателя этих мест, приземлиться в Египте. Как только град прекратился и температура вновь повысилась, саранча возобновила полет, как и описано в Библии. вынужденным бороться с последствиями шквала землетрясений, египтянам оставалось пережить последнюю стадию Санторинской катастрофы, девятую казнь египетскую тьму. Вот как это возможно происходило. На протяжении нескольких месяцев перед извержением сейсмическая активность в Восточном Средиземноморье заставляла африканскую плиту тереться оборовийскую. Морская вода превращалась в пар, который проходил через магму. Давление росло, вызывая постоянные микроизвержения в наименее прочных участках поверхности, и это в конечном счете привело к взрыву. Когда произошло извержение, облако пепла поднялось на 40 километров и распространилось в радиусе 200 километров. Достигнув Дельты Нила, оно накрыло Египет, образовав библейскую осязаемую тьму. За несколько минут мир вокруг людей почернел, покрылся пеплом. Люди ничего не видели, им стало трудно дышать, солнце исчезло. Никто не знал, что произойдет дальше. Обнаружение австрийскими археологами в аварисе Санторинской Пемзы привело нас постепенно шаг за шагом к библейскому описанию тьмы. Можно возразить, что поскольку Пемза легче воды, ее могло принести сюда с волнами и выбросить на берег. Поэтому мы связались с профессором Джином Дэниелом Стэнли из Смитсоновского института, и он провел свой анализ. Он нашел санторинский пепел в Дельте Нила. Пепел мог оказаться там только вместе с облаком пепла, то есть вместе с библейской тьмой. Мы должны просеять 10-20 тысяч песчинок, чтобы найти одну крупицу пепла. Всего мы нашли 40 частиц, но пепел не весь одинаковый. У пепла есть аналог отпечатков пальцев, и те крупицы, которые мы нашли на севере и северо-востоке Нильской Дельты, это остатки Санторинского облака. Почти невозможно усомниться в том, что описание событий исхода и египетские тексты, рассказывающие о том, как страну накрыло пеплом, говорят об одном и том же ужасающем событии. Пепел на Ниле, который мы можем увидеть и пощупать, подтверждает такую гипотезу. последняя казнь обрушилась на Египет ночью, когда Моисей повелел израильтянам устроить трапезу, ставшую первым в истории празднованием Пасхи. Египтяне спали, пока сыны Израиля проводили ритуал. Тогда это и случилось. Погибли все первенцы египтяне. в каждом доме. До настоящего времени этому событию не было приемлемого научного объяснения. Однако по нашим предположениям объяснение кроется в цепи событий, начавшихся за шесть месяцев до этого. Именно спустя полгода газ, спровоцировавший первые казни, должен был наконец прорваться наружу. Углекислый газ тяжелее воздуха, он стелется по земле, убивая животных и спящих людей, прежде чем рассеется в воздухе без следа. Считайте это домслами, но именно так произошло на озере Ньос в Камеруне в 1986 году. Трагической ночью 21 августа жители прибрежных деревень спокойно легли спать. Они не знали, что содержание углекислого газа, окрасившего воды озера в красный цвет, достигло критической отметки. Сначала поверхностное натяжение удерживало газ под поверхностью, как крышка бутылки. но затем земля содрогнулась. Произошел оползень, в воду обрушились камни, они ослабили поверхностное натяжение и газ вышел наружу. Он поднялся на поверхность, а потом, как инопланетный монстр, вышел из воды, весь в каплях, превративших невидимый газ в туман. туман расползался над водой и сушей, удушая все на своем пути. А потом он поднялся и растворился в атмосфере, не оставив следа. На следующий день проснулись лишь те, кто спал на возвышении и обнаружили тысячи восемьсот трупов. Сотни голов скота и мелкие животные также погибли. Стояла замогильная тишина. Я сидела, просто сидела среди мертвецов. Там, в доме, снаружи везде лежали животные, коровы, собаки. В нашей семье было пятьдесят шесть человек. Пятьдесят три погибли. После смерти первенцев фараон наконец позволил народу Моисея покинуть пределы Египта. Согласно Библии, фараона заставила сдаться выборочность этих смертей. Ведь умирали только первенцы мальчики. Это доказало фараону божественную природу несчастья. Но как мы можем объяснить это? Первые дети мужского пола находились в привилегированном положении. Они наследовали престол, богатство, титулы. Они спали в кроватях близко к земле, в то время как их братья и сестры довольствовались крышами, сараями и повозками. Израильтяне, высоко сидевшие во время трапезы, ничего не ощущали, в то время, когда египетские первенцы задыхались в своих кроватях от низко стелющегося газа. Этот вывод подтверждает данные археологии. Профессор Манфред Битак обнаружил в аварисе массовые захоронения, относящиеся к периоду до и во время предполагаемого исхода. Более ранние могилы результат классических древних эпидемий, косивших равно мужчин, женщин и детей. Однако в захоронениях времен исхода лежат только мужчины. Здесь кости из погребений времен начала правления 18-й династии. Все погребения мужские. По размеру могил и количеству погребенных можно сделать вывод, что число жертв быстро росло и покойников просто бросали сюда. Одни лежат на животе, другие на боку, некоторые ямы уходят вглубь всего на 20 сантиметров и едва присыпаны сверху. Библия гласит, что сын фараона тоже погиб во время последней казни. Поскольку мы считаем Яхмуса фараоном времен исхода, мы должны доказать, что его сын умер в юности. Поищем в Каирском музее. Он прямо здесь, на этой полке. Мы нашли сына Яхмуса. Когда он умер, ему было всего 12 лет. Впервые мы можем назвать по имени жертву казни египетских и взглянуть ей в лицо. Очевидно, что библейские предания, данные археологии и геологии указывают на одни и те же события. Но скептики, которым проще воспринимать исход как миф, отвергают идею о его реальности. Поскольку это в какой-то степени предполагает существование Бога. С другой стороны, верующие могут решить, что при научном объяснении библейских событий Господь из них исчезает. Однако в книге исхода наличие Бога не исключает природу. Он сам управляет ею. Другими словами, согласно Библии, мы способны постичь научную основу чудес, и главный из них в нашей истории это раступившееся море. После гибели первенцев фараон отпустил народ Израиля. Однако позже он поменял решение и пустился в погоню, загнав израильтян в ловушку на берегу моря. Древние еврейские тексты называют это море Ям-Суф. Именно здесь и произошло чудо. Море раступилось, народ Израиля пересек его и оказался в безопасности, а затем воды хлынули обратно, поглотив воинство египтян. Колесницы перевернулись, а люди и лошади утонули. Многие годы исследователи пытались обнаружить доказательства реальности этого чуда. Они вели подводные раскопки, стараясь обнаружить остатки колесниц, мечей или какие-то иные следы утонувшей египетской армии. Существует гипотеза, что во время сильной бури над водой мог подняться естественный мост, часть большого рифа в Красном море, по которому израильтяне перешли на другой берег. Однако поиски не дали результата. Кто бы мог подумать, что нужно не нырять, а ехать? Все дело в том, что Ям-Суф древнееврейское название места, где Моисей раздвинул воды, длительное время они правильно переводили как Красное море, в то время как имелось в виду не красное, а тростниковое. Тростник растет в пресной, а не в соленой воде, в озерах, а не в море. Поэтому нам следует найти озеро. Но какое озеро соответствует библейскому тростниковому морю? Так, потом так, почти как восьмерка. Дальше сами понимаете. Используя нашу датировку, мы нашли древние свидетельства, которые способны указать нам на местоположение Ям-Суф. И к тому же оно служит археологическим доказательством реальности раступившегося моря. На гранитном памятнике иероглифическая надпись, рассказывающая историю исхода с точки зрения фараона. В Библии Моисей назван царем. На этом камне Моисей фигурирует как князь пустыни. В Библии израильтяне богоизбранный народ, здесь негодяи. Но надпись только подкрепляет наше мнение о реальности чуда с раступившимся морем. Вот он, легко читаемый символ, три волны, два ножа. Знак с тремя волнами, одна над другой, обычно встречается при описании разных типов водоемов. Он применяется и к милу, и к болоту, и к морю. Но его сочетание с ножами необычно. если у нас здесь два ножа, мы понимаем, что речь идет о разрезанной, разделенной воде. Это вполне могут быть воды Красного или Тростникового моря, о которых идет речь в 14-й главе исхода. Ясно. Чтобы лучше понять текст, мы пристально изучили иероглифы и обнаружили, что автор египетского текста не только упоминает раступившееся море, видите два ножа, но и называет место, неподалеку от которого произошло чудо. Это место названо Пик Хароти, и оно известно современным археологам, так что теперь мы можем найти библейский Янсуф. Место, где раступились воды, где спаслись израильтяне, где история человечества пошла по известному нам пути. Речь идет о древнем озере, которое существовало вплоть до 50-х годов 19-го века. Оно исчезло при строительстве Суэцкого канала. Профессор Манфред Манфред Битек, после досконального исследования региона, предположил, что это озеро египтяне называли Патуфи, болотистое море, а египетская Туф, тростник, аналогично древнееврейскому Суф. Название Ямсуф относилось, по его мнению, именно к этому водоему. Сейчас это озеро называется Эль-Балах. Под пристальным надзором египетских властей мы отправились к озеру Эль-Балах, где, вероятно, произошло одно из главных библейских чудес. Соляное ложе и тростники указывают на то, что здесь смешались соленые воды Средиземного моря и пресные воды Эль-Балаха. У меня за спиной то, что осталось от озера Балах. Перед нами соленые топи, тростники. Вся эта земля когда-то была одним большим озером или морем. Но из-за Суэцкого канала сегодня мы можем спокойно прогуливаться или ездить по Тростниковому морю. Одна из распространенных ошибок заключается в том, что люди берут карту и пытаются найти на ней те места, о которых говорится в Библии. Но современную карту использовать бесполезно. Вам нужна карта трехтысячелетней давности, и мы над ней как раз работаем, получая со спутников изображения низменностей оставшихся древних озер. Так можно лучше понять, как выглядела египетская дельта три с половиной тысячи лет назад. Определить точное местоположение Ям-Сув значит, наконец-то объяснить чудо с растопившимся молем. Эта спутниковая фотография показывает, что озеро Эль-Балах лежит на краю дельты Нила, там, где накапливаются наносные отложения. Когда фараон загнал израильтян к берегам Эль-Балаха, небывалая сейсмическая активность, причина извержения Санторина и десяти казней египетских, заставила дельту сползать к Средиземному морю. Поскольку миллионы тонн почвы сдвинулись с места, то, должно быть, край африканской плиты, освободившийся от ноши, поднялся на метр или полтора. Другими словами, море оказалось разделено. Потоки воды покатились сверху вниз, заполняя впадины и естественные колодцы, а перед израильтянами оказалась безопасная полоска суши. Но следующее проявление сейсмической активности или движение грунта в районе дельты вызвало грандиозное цунами. У нас есть некоторые представления о подобных приливных волнах в Турции, где они, разделив почву, пробили канал на 50 километров вглубь материка. Чтобы достичь подобного уровня, волны у берега должны были подняться примерно на 200 метров. Но примерно так это и описано в Библии. Эль-Балах отстоит от берега всего на 12 километров. То есть цунами вполне могло обрушиться на него и накрыть армии египтян. Израильтяне же, если верить Библии, уже находились на безопасном расстоянии. Как оказалось, некоторые из тех, кто последовал за Моисеем через море и горе Синай, не пошли в землю обетованную. Они погрузились на корабли и отправились в Грецию в собственный неизвестный доселе исход. Почему же никто не заметил этого? Потому что никто не искал в Греции свидетельства случившегося в Египте. До недавнего времени археологам крайне мало было известно о связях между Минойской цивилизацией и Египтом времен Моисеем. Все изменилось после двух важных находок. Первая состоялась в 1972 году, когда в Санторинском пепле археологи нашли первые свидетельства связи этого извержения с историей исхода. Они обнаружили настенные росписи в Минойском стиле и, среди прочего, карту, удивительную карту древнего путешествия из Египта в Грецию. Возможно, это самая ранняя, самая древняя карта в мире. Карта поражает воображение. Цвета сохранили яркость, несмотря на то, что прошло три с половиной тысячи лет. На карте изображено великое путешествие из Египта к Санторину, закончившееся во время ужасной бури. Если мы посмотрим назад, то увидим, как моряки выходят из Дельты Нила, плывут мимо пальм и животных, типичных для Египта. Потом мы видим берег реки, и, наконец, чудесный город на острове. Этот таинственный город окружает высокие стены. В нем богатая пристань, многоэтажные дома, и с крыш смотрят изящные дамы. В то время в Египте был только один такой город-порт — сказочный Аварис. До конца 20 века не существовало археологических доказательств контактов между Аварисом и Миноицами с Санторина. Однако в 1992 году прекрасно сохранившиеся Минойские росписи, открытые в Аварисе, подтвердили, что в библейские времена город был населен не только евреями, но и жителями Древней Греции. Большинство людей не знает, что между Минойским царством и Египтом существовали не просто контакты, но активные тесные связи. Обмен товарами, обмен идеями. Мы знаем, что из всех прочих народов египтяне считали цивилизованными только Минойцев, которые не воевались Египтом, а только торговали. Теперь мы знаем, что между Грецией и Египтом в период исхода установились тесные связи. можно сделать вывод, что среди последователей Моисея могли быть выходцы из греческих областей. И вполне возможно, что эти люди вернулись в Грецию после исхода. Библия сообщает, что Моисей и его люди покинули Египет хорошо вооруженными и нагруженными египетским золотом. Есть ли шанс отыскать израильские мечи, и египетские сокровища в Греции 35 веков спустя? Это Микены, расположенные в 50 километрах от греческого побережья. В 1876 знаменитый археолог Генрих Шлиман, первооткрыватель Трой, сделал в Микенах находку, которая потрясла мир. Он обнаружил гробницы возрастом 3,5 тысячи лет. Это были необычные гробницы с длинными ходами, ведущими в подземные склепы. Их построили в тени горы, имевшие форму пирамиды. К удивлению исследователя, внутри он нашел клад, состоящий из мечей и египетского золота. Шлиман полагал, что это золото принадлежало царю Агамемну, предводителю ахейцев во время Троянской войны. Но вскоре ученые установили, что погребенные там люди жили за 300 лет до Агамемнуна, около 1500 года до нашей эры. Может быть, тут лежит кто-то из спутников Моисея? Ответ могут дать надгробия, которые, как мы знаем, ставили над погребальными камерами. Их содержание до недавних пор оставалось нерасшифрованным. Если вы спросите историков, что это, они ответят, это похоже на охоту, но тут нет дичи, или это похоже на битву, но сражающихся не видно. Давайте посмотрим на эту погребальную стелу из Миккель максимально просто, не судя ни о чем заранее и не делая предположений, и попытаемся понять, что тут изображено на самом деле. Мне даже хочется перейти на шепот. Это секрет. Никто не понимает, что у нас тут кино возрастом 3000 лет. Три кадра с раступившимся морем. Они не знают. Не знают, но вы взгляните, просто взгляните сюда. Это же очень просто. Вот тут волны наверху и внизу. Вот они раступаются. А этот парень на колеснице преследует Моисея, у него в руках посох. Это первый кадр. А вот второй кадр нашего фильма. Появляются водовороты, и посмотрите, что происходит. Все уже думают, что этому человеку с посохом крупно не повезло. Но он-то уже развернулся. Он смотрит врагу в лицо. Он забрался на возвышение, а парень на колеснице внизу. Посмотрите, стена воды готова рухнуть. На третьем кадре он в другом музее спрятан еще глубже. Мы видим, что колесница перевернута, вода захлестывает ее, лошади упали. Конец фильма. Для этого изображения возможно два основных толкования. Либо это воин в сцене битвы, а это его враг, и он преследует убегающего с оружием врага, либо это сцена гонок на колесницах. Быть может что-то вроде древней Олимпиады. Один человек распорядитель, а второй участник гонки, но у него в руках тоже меч и щит. Не слишком похоже на меч. Мне кажется, это скорее посох. Да, но это абстракция. Мы не можем быть уверены, потому что изображения нереалистичны. Исти к возгоранию нефти и газа, которыми богат этот регион. Как говорится в Библии, Моисей и его последователи видели днем столб дыма, а ночью столб пламени, указывавший им путь в пустыне. И если мы правильно интерпретируем эти свидетельства и правы в отношении озера, то можно подсчитать расстояние между библейскими объектами. Возможно, нам даже под силу найти легендарную гору Синай, где, как гласит предание, Господь явился Моисею. Многие, впрочем, поспорят с тем, что найти гору Синай значит подтвердить истинность библейских событий. Тысячелетиями путешественники стремились найти таинственную гору и всегда оказывались не там. Наиболее известный кандидат на роль Синай находится рядом с христианским монастырем третьего века. Это высокая гора на юге полуострова, привлекающая толпы туристов. Однако тут есть проблема. Это место совсем не соответствует библейскому описанию. Оно далеко и от основных маршрутов через полуостров и от земли Израиля, куда стремились евреи. Тут нет плато, способного уместить сотни тысяч людей. Сплошной гранит, а значит нет кустарников для кормления скота и ниоткуда взять питьевую воду. Тогда где же эта божественная гора? Поскольку Моисей вел свой народ через пустыню, они могли пойти по четырем путям. Северному, южному или одному из двух центральных. Из Библии совершенно ясно, что это не был северный путь. География заставляет нас отбросить южный. Остаются два центральных, смыкающихся в одну дорогу, ведущую в землю обетованную. Это был единственно возможный путь. Южная тропа вела через горы и была слишком опасна. На севере пустыня с песчаными дюнами. А на этой старой дороге постоянно встречались колодцы. Да и Моисей, вероятно, в первый раз бежал из Египта по ней. И было бы логично снова выбрать ее, уже ведя свой народ к откровению на горе Синай. Библия дает нам три координаты горы Синай. Во-первых, согласно библейской географии, гора Синай лежит в 14 днях пути от места под названием Элим. Элим сегодня соотносит с местом южнее озера Эль-Балах, которое даже прозвали Моисеево ручьи. Если предположить, что большая группа людей проходит не более 15 километров в день, то мы можем провести от Элима линию, уходящую в пустыню на 210 километров. Это наша первая координата. В первом и втором стихах третьей главы исхода утверждается, что Господь впервые явился Моисею в виде неопалимой купины на горе Синай. В то время Моисей пас стада своего тестя Модианитянина. То есть от земли Модианитян гора Синай должна отстоять на расстоянии не больше, чем возможно для выпуса скота. Беда в том, что Модианитяне жили в Саудовской Аравии, а не на Синайском полуострове, за исключением одного места под названием Тимна. Здесь археологи находят останки домашнего скота и Модианитские настенные росписи. Если Моисей пас стада Модианитян, он мог поселиться только в Тимне. И если учесть местная традиция скотоводства, до горы Синай должно быть не больше 45 километров. Так мы получаем вторую координату. Наконец, третью координату горы Синай находим во втором стихе первой книги Второзакония. Здесь говорится, что Господня гора находится в 11 днях пути от места под названием Кадеш-Барнеа. Большинство современных археологов соотносит библейский Кадеш-Барнеа с оазисом Тель-Эль-Кудейрат на севере центральной части Синайя. Исходя из дневного пути в 15 километров, мы проводим еще одну линию в пустыню длиной 165 километров. Теперь мы очертили небольшой район, удовлетворяющий библейским условиям. Но даже на этом пространстве множество гор. Есть одно обстоятельство, которое может упростить наши поиски. В книге Исхода гора Синай названа Священной. Освященные горы в пустыне отмечались древними каменными святилищами. Что это? Похоже на небольшие углубления. Удивительно. На этой территории есть только одна гора, окруженная святилищами. Сегодня ее название Джебель Хашен Эль Тариф. У нее как будто вторая вершина. Где? Да вот же. Мы добрались сюда, несмотря на то, что эта местность является закрытой территорией. Эта гора соответствует всем условиям. Она окружена большим плато, которое вполне могло вместить сотни тысяч израильтян. До нее легко добраться, она лежит на древней дороге на одном из главных транссинайских маршрутов. Гора не слишком высокая, всего около двухсот метров над плато, но зато очень заметная. Ее можно увидеть с большого расстояния. Но что самое главное, вокруг нее невероятно много открытых святилищ, как нигде в пустыне. Если мы правы, то Моисей три с половиной тысячи лет назад поднялся именно на эту гору, чтобы получить на ее вершине десять заповедей. Но мы смогли попасть только сюда. Наша съемочная группа встревожила египетских военных, и они запретили нам подниматься. Мы лишились возможности доказать, что это и есть Синай. Однако в следующий раз мы приехали без операторов, вооруженные только маленькой камерой. мы должны были забраться на самый верх, чтобы убедиться, что это именно та гора, где Моисей получил от Бога скрыжали. Но как же нам доказать нашу правоту? Библия говорит, что Синай обладает рядом особенностей. Если это искомая гора, здесь должен быть большой разлом, возвышение, своего рода естественная трибуна, с которой Моисей обращался к своим людям. Как на всех священных горах, на ее вершине должны находиться погребения праведников, а еще на вершине должны быть следы источника пресной воды, очень редкая особенность, отличающая Синай по Библии от других гор в пустыне. Когда мы достигли вершины, все оказалось именно так. Разлом, естественный амфитеатр, откуда голос Моисея мог разноситься на километры вокруг. Захоронение. Каждый из них представляет собой круг диаметром 6 метров, слегка выдающийся над поверхностью. Можно разглядеть тщательно выстроенную погребальную камеру с крышей. И самое необычное... Взгляните. Видите белые отметины? Вероятно, что в древности тут был источник. Это травертин. Он возникает из отложений кальция в условиях повышенной влажности. Значит, здесь в древности был родник. Необычное его местоположение на вершине горы. Это остатки настоящего древнего родника. Уникальный случай. Все следы указывают на то, что эта гора и есть Синай, место, где, согласно Библии, были сказаны слова, отпечатавшиеся в памяти человечества. Я Господь, Бог Твой, Который вывел Тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у Тебя других богов перед лицом Моим. Не делай себе кумира и никакого изображения, не поклоняйся им и не служи им. Не произноси имени Господа, Бога Твоего напрасно. Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его. Почитай отца Твоего и Матерь Твою. Не убивай. Не прелюбодействуй. Не кради. Не произноси ложного свидетельства на ближнего Твоего. Не желай дома ближнего Твоего и не желай жены ближнего Твоего. Библия говорит, что Моисей записал десять заповедей на каменных скрижалях и поместил их в золотой ларь, ковчег завета. Затем он построил у подножия горы передвижный храм с кинью, чтобы почитать Бога Израиля и хранить в ней священный ковчег. Эта модель с киньи собрания была создана по описанию из книги исхода. Во времена исхода вход прикрывал семиметровый полок. Согласно древнееврейским источникам, этот полок был украшен фигурами крылатых львов или грифонов. Такие животные обычно ассоциируются с Древней Грецией. Только жрецам дозволялось входить внутрь. Внутри, на алтаре высотой четыре с половиной метра совершались жертвоприношения животных. Ритуал был ежедневным. Жрецы проводили животных вверх по склону, убивали, а жертвенной кровью смазывали концы алтаря. В глубине располагалась сама Скиния, дом Господень. Только Моисей, его брат Аарон и сыновья Аарона могли входить туда. Здесь, за вторым занавесом с вышитыми грифонами, лежали ритуальные предметы из золота. А еще дальше находилась Святая Святых. В ней помещался ровно один предмет. Самый важный из всех Ковчег Завета. Никто точно не знает, как выглядел Ковчег Завета. Библия утверждает, что сам Господь задумал его, как вместилище для скрижали с заповедями. Опираясь на описание из книги Исхода, многие пытались восстановить его облик с золотыми столбиками и крышкой, увенчанной изображениями птиц. Но как бы он ни выглядел, это была очень изысканная золотая вещь. В Библии сказано, что в создании Ковчега помогали люди из племени Дана. Просто или совпадение, что Гомер называет людей, погребенных в Мекенах, Данайцами? Возможно, среди золотых предметов из найденного Шлиманом Мекенского клада есть изображение Ковчега, созданное теми же Данитянами, что работали над оригиналом. Удивительно, но среди находок действительно оказался культовый предмет, оставшийся неузнанным и малоизвестным. До сих пор эксперты были уверены, что имеют дело с изображением одного объекта. Но мы считаем, что этот предмет, которому три с половиной тысячи лет, изображает три легендарных объекта. Это священный алтарь, скиния и ковчег Завета. Наконец, мы можем представить себе ковчег. Более того, мы знаем теперь, как выглядели эти предметы со стороны святая святых. Так как видел их только один человек. В начале путешествия мы задались вопросом. Библейский исход миф или реальность? Мне кажется, доказательств вполне достаточны, чтобы считать исход историческим фактом. Мы увидели иероглифические надписи и барельефы, изображающие рассечение моря. Мы узнали, что скрывается за десяти казнями египетскими, и нашли этому археологическое и геологическое объяснение. мы побывали даже на настоящей горе Синай. И наконец, Якобович совершил возможное открытие тысячелетия, обнаружил золотое изображение Ковчега Завета. Но мне кажется, что закончить нужно тем же, с чего и начали. Вопросом, произошло ли все это только благодаря масштабным геологическим процессам, благодаря силам природы? Или землетрясения, извержения и цунами стали результатом вмешательства Бога, решившего освободить народ Израиля и подарить человечеству Новый Завет? Редактор субтитров